Сегодня 12 января 2022 года. Мы в каком веке живем? В любых деревнях все прочищено замечательно. Мы где живем? В заброшенном Богом? Конищево? Молодая мама пытается проехать с ребенком на коляске по улице в деревне Конищево. Колеса застревают в снегу, женщина прикладывает большие усилия, чтобы пройти к цели. Как и те жители, которые обратились к нам. Когда ребенок был маленький, я зимой не могла ходить до магазина. Муж работает допоздна, и, соответственно, я была отрезана от внешнего мира, потому что транспорт не ходит, дороги не чищены. Знаете, как мой сосед носит коляску? Вот так, с пятимесячным ребенком. Я это лично сама видела. Каждый божий день, чтобы отнести к бабушке, с дедушкой, внуку, он носит коляску на руках. Не чищено, тротуара нет. В аптеку ходить не могу, у меня нет возможности, нет сейчас автомобиля. В аптеку пройти в магазин не могу, я просто отрезана от мира. Соседи, спасибо, помогают, что-то принесут, хлеб. На заснеженных дорогах с проблемами сталкиваются и водители. Встречные машины разъехаться не могут, многие автомобили застревают. А еще совсем недавно пешеходы вручную вытаскивали машину скорой помощи, засевшую в снегу. Поселок Канищево забытый богом район. Живет 3000 жителей. О том, что нет Канищево в дорожной карте, мы с этим уже смирились, что дорог у нас нет. Но когда зимой, уже не первую зиму, не то что проехать, пройти нельзя, освещения нет, дорог нет, так нельзя. Это просто издевательство над дорогом. От заснеженной дороги страдают и самые юные жители деревни Канищево. Некоторые из них после каникул до сих пор не попали в школу. В школу мы не ходим, вот уже второй день, потому что мы не можем здесь проехать. Я пыталась, я застряла, меня, слава богу, спас КАМАЗ. И по итогу мы сидим дома. У кого есть автомобили, те вот пытаются, когда позволяет эта дорога, а у кого нет, дети ходят пешком. Мой сосед, вот ребенок, ему 9 лет, он ходит ежедневно вот по этим колдобинам, пытаясь дойти до школы. Нет, значит, разворачиваются и идут домой обратно. Свет это вообще, я молчу, даже летом ходишь гулять, возвращаешься, все темно, темным-темно, даже страшно идти. Один фонарь на всю улицу, автодорога занесена снегом, бордюра и тротуаров не видно. Каждый день люди прокладывают дороги и тропинки сами, буквально на ощупь. Но в этот раз кто-то из местных вызвал трактор. А еще, если вы где-то увидите, вот, почищено, это люди с лопатой. Да. Как сами, как можно. Да, да, сами. Или кто-то нашел знакомого там тротуариста. Какое-то безобразие. Люди живут, также платят налоги, также работают. Дети бедные эти, вечно в снегу, в грязи. Вот смотрите, сейчас начнет таять тротуар. Вы видели забор, мимо которого идем? Сверху до низу идешь забрызгать грязи. И тут не водители виноваты. Да. Нет сливных этих, вот, сливневки, или как они называются. Наступает лето, думаем, что все, получше. Вот ливень посильнее прошел, и вот там, где мы вас встретили, да, на том месте, там, значит, по колено, примерно по колено, вот так, там вот воды, и она не стекает. И образуется пробка, не могут никто проехать, потому что вода попадает, свечи заливает, все, машина встает. Между тем, жители деревни Канищево хотят видеть летом работающие ливневки, а зимой очищенные дороги и тротуары. У местных активистов есть некоторые предложения по решению вопросов. Желательно здесь вообще закольцевать дорогу. Здесь же есть вот участок детский, до памятника, и от памятника идет деревенская дорога на 10-ю, ну, то есть на больницу, на ОКБ. Хотя бы было одностороннее движение, люди бы ездили, и не было бы этих пробок. И ГАИ с комиссией приезжала, я сама лично с ними ездила, показывала вот эту возможность. Мы как раз этот вопрос поднимали. Они приехали, они все посмотрели, они сказали, что это возможно, но они же не занимаются устройством дорог. Они посмотрели с точки зрения ГАИ, что да, можно устроить такое движение. Пока закольцована только сама деревня Канищево. Здесь уже давно не ездят маршрутки, а вывозом мусора жители занимаются самостоятельно. Причем мы платим, у нас есть платежки, мы платим за вывоз мусора, но площадок нет. Как говорят местные жители, в прошлом году из-за проблем с очисткой улиц они уже обращались в прокуратуру. Сейчас они готовы устроить даже митинг, если техника к ним так и не пробьется. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...